Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Сегодня вас ждет очередная серия про маленькую обезьянку по имени Алекса. И не только! Те, кто смотрел нашу предыдущую серию, знают, что у маленькой обезьянки Алексы 5 декабря было день рождения. И ей исполнилось 4 годика. А поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поздравил маленькую обезьянку. Нам было очень приятно читать ваши добрые, искренние поздравления. День рождения, конечно, уже закончился, но праздник у нас, похоже, продолжается. А потому что остались еще воздушные шарики, которые очень понравились нашим домашним питомцам. Практически вся наша пушистая семья была очень довольна таким подарком. Очень понравились шарики маленькой кошечки по имени Багира. Она с азартом охотилась за золотистой ленточкой, которая свисала с шариков. А вот у маленькой обезьянки Алексы немножечко другой интерес. Ей, безусловно, понравилась и ленточка, и цветные шарики. Но больше всего ей хотелось узнать, из чего же они состоят и что же с ними можно сделать. Правда, от таких экспериментов большая часть шариков лопнули. Ну, как говорится, наука требует жертв. Доблюдать за всем этим процессом было очень весело и интересно. Никогда бы не могла подумать о том, что шарики нравятся не только людям, но и животным, да еще и таким разным. Друзья, вы знаете о том, что маленькие обезьянки очень боятся громких резких звуков. Именно такие звуки происходят тогда, когда лопается шарик. Но, к моему большому удивлению, в те моменты, когда шарики все-таки лопались, Алекса не испытывала страха. Только, ну, небольшое удивление. А это говорит о том, что, живя и воспитываясь в домашних условиях, Которые очень сильно отличаются от естественной среды обитания обезьянок, Животные адаптируются, и у них уже снижается инстинкт самосохранения. Она чувствует себя в полной безопасности и спокойствии. И так как в жизни обезьянки меньше стресса, ну и, конечно же, меньше врагов, Качество жизни ее намного улучшается, а жизнь продлевается. Но не зря же давным-давно доказано, То, что животные в домашних условиях живут в два раза дольше, чем в своих естественных. Правда, это правило распространяется в большей степени на животных, Которые уже были рождены в неволе. Если животное взять из природы, то, конечно же, ему будет плохо и некомфортно жить дома. И это нужно учитывать. Кстати, к игре даже присоединился наш котик Симба, Который, в принципе, днем вообще у нас малоактивный. Большую часть времени дня он спит. Вечером и утром он у нас охотится и охраняет свою территорию. Тут даже он не остался равнодушным к таким красивым и интересным шарикам. Любопытство взяло верх даже у Симбы. Вы только взгляните на этого обычно серьезного и строгого котика. Все-таки шарики его заинтересовали, и он решил с ними поиграть. Это выглядит очень мило и забавно. Вот так воздушные шарики объединили в игре всю нашу пушистую семью. Друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, И мы смогли поднять вам настроение. Хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите наш канал, Делитесь нашими видео в соцсетях, Ставите нам лайки, пишите очень добрые комментарии. Здоровья, удачи и хорошего настроения. До скорых и интересных встреч. Всем пока! Мы вас очень любим!